Террористические группировки ИГИЛ, Джебхата, Нусра в Сирии несколько раз в течение суток нарушали режим перемирия. В Алеппо террористы обстреляли жилой квартал, районы училища ВВС и вооружение. Сирийская армия подавляет огневые точки боевиков с применением тяжелого вооружения. В ходе затяжных боев в районе Алеппо ликвидированы больше 70 боевиков. В ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов в районе селения Мараата и по территории вдоль шоссе Алеппо-Хантуман. В Хаме правительственные отряды провели наступление на укрепление боевиков в северной части провинции. Освобожден населенный пункт Маарада. Жители Алеппо, которые сумели выбраться из кварталов, занятых боевиками, постепенно привыкают к мирной жизни. Одним из крупнейших центров по оказанию помощи беженцам стал храм Ильи Пророка, антиохийской православной церкви. Гуманитарные наборы собирали индивидуально, по просьбе самих людей. Специально опрашивали заранее, что же вам больше всего необходимо. Гуманитарная помощь организуется по двум направлениям. Первое, материальное. Продукты питания, средства гигиены, констовары для школьников. Второе, частные уроки детям, работа психологов, стирка, одежда для бедных людей. 30 тысяч человек в Алеппо уже получили помощь от церкви, а в целом по Сирии 3 миллиона. Помощь получают все нуждающиеся в нерелигиозной принадлежности. Террористы постоянно обстреливали наш собор. Есть разрушение. Погибли 50 прихожан. Боевики также похитили митрополита. О его судьбе ничего не известно. Такие наборы собраны в трех видах. Отдельно для женщин, мужчин и детей. Это в частности средства гигиены, зубная паста, шампунь, спиральный порошок и даже переносной пластиковый умывальник. Церковь пророка Ильи не раз становилась мишенью для террористов. Они обстреливали ее в основном самодельными бомбами, баллонами, куда ранее поместили взрывчатку. Как напоминание, во дворе храма стоит школьный автобус. Он прошит пулями и осколками. Дети, к счастью, тогда уже успели выбежать из салона. И никто не пострадал.